всем привет дорогие друзья сегодня вместе с вами мы приготовим очень вкусные булочки которые мы дома кушаем вместо хлеба эти булочки готовятся очень просто по принципу как у меня есть уже видео на канале нутовые булочки я готовлю такие же из гороха и кино очень вкусные получаются мы дома очень любим делаем как гамбургеры в общем уходит на ура очень рекомендую сейчас расскажу что понадобится для приготовления одним из основных ингредиентов у меня в горох 250 грамм сухого гороха я заранее на ночь замочила в воде лимончики сок лимона будет нужен кино у меня тут два вида темное и светлое я ее смешаю силе оливковое масло и специи специи у меня вот такая вот универсальная приправка я ее очень люблю всегда везде добавляю сода нужно будет смесь разных перчиков у меня вот тут вот острых красных перемешку перемолотые красный белый черный сухой лук можно без лука я люблю его тоже иногда добавлять соль у меня обычная розовая соль но все приступаем готовить приготовила блендер смешала кино горох все приготовила для удобства соль и специи оливковое масло отмерила и водичку сейчас все высыпаем чашу блендера и смешиваем высыпаю горох кино водичку выливаю 350 миллилитров оливковое масло 50 миллилитров соли добавляю пол чайной ложечки так как у меня приправа универсальная идет с солью ее добавляю чайную ложечку сухого лука чайную ложечку смесь перчиков где-то на краешке чайной ложечки включаем блендер вначале на минимальной скорости даем возможность набрать обороты и постепенно перебить нашу массу дальше переключаю уже на максимальную скорость и перебиваю до того момента когда кино и горох хорошо измельчится мы видим что кино превратилось хлопья прям даже заметно что уже целенькая практически не осталось как я понимаю что тесто уже готово я смотрю чтобы не осталось целенькой кино вот видите она уже тут вся перебита практически целенькая уже нет ну одна-две штучки там попадется это не страшно дальше берем наш сок лимона 4 столовые ложки и добавляем 2 чайные ложечки соды вот у вас появляется такая вот пенка перемешиваем и добавляем тесто включаем снова блендер и хорошо перебиваем перебиваем недолго минуточки 3-4 до того момента что пенка ушла и масса стала однородной тесто переливаем в емкость которой вам будет удобно смешивать тесто с остальными ингредиентами в наше тесто добавляем 5 столовых ложек псиллиума вымешиваем тщательно до однородности тесто когда вы мешали кажется она вот такое вот немножко жидкое мы обязательно его накрываем сейчас пленочкой и оставим постоять на полчаса это очень важно псиллиум должен набухнуть тогда ваши булочки будут пушистые воздушные и очень вкусные накрываем пленочкой и потом не забудьте заранее включить духовку разогреть ставим на полчаса обязательно чтоб тесто набухло если вдруг вы не успеваете ставили тесто немножко на дольше это не страшно может даже тесто постоять и час наше тесто постояла полчаса вот посмотрите какое стало плотное и сейчас будем сейчас будем формировать наши булочки в отдельную вот мисочку я взяла немножко водички и нам так будет удобно берем тесто немножко вот такой вот небольшое буду формировать булочки не круглые а немножко продолговательные ну это по желанию можете формировать и кругленькие у меня будут вот такие вот надеюсь вам хорошо видно вот такой вот формы буду выкладывать на противень на расстоянии друг от друга сантиметра 3 ну 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 вот булочки мы сформировали вот так вот выглядят сейчас нам понадобится буквально две столовые ложечки безглютеновой муки но если у вас вдруг нет вы можете взять любые семечки присыпать сверху какие есть кунжутные можете вообще ничем не присыпать в общем это пожелание я вот хочу немножко присыпать мукой вот так вот наши булочки чтобы они были прям такие вот аппетитные и сделаю надрезы буквально столовая ложечка муки немножко вот так вот я сверху их прибью и сейчас делаем надрезы сейчас покажу вот так вот наискосок вот такие вот небольшие надрезы по три штучки ставим наши мини хлебушки закрытую духовочку при 170 градусов выпекаться прошло ровно 45 минуточек и наш хлебушек готов наши булочки вот такие вот аппетитные достаем наши булочки вот такие вот красивые аппетитные и сейчас будем остывать на решеточке с одной порции теста получается 9 вот таких вот мини хлебушков разрежем наши булочки и посмотрим какие внутри вот такие они по размеру очень аппетитные обязательно дождите что булочки остыли это очень важно вот такие они внутри воздушные хорошо пропеклись заметно вам да какие они такие мягенькие и очень аппетитные очень хочется вам еще показать из этих булочек у меня ребенок очень любят делать вот такие вот мини камбургеры кто кушает тофу можно с тофу можно просто зеленью вот такой вот я сделала кешью соус у меня практически всегда из холодильнике намазываем на наш бутербродик или гамбургер сверху можно положить авокадо вот так вот петитненько помидорку зеленушку вот так и прикрыть вот таким хлебушком и это очень очень аппетитно ну все всем приятного аппетита пробуйте готовьте вместе со мной я надеюсь вам рецепт понравился ставьте лайки и подписывайтесь на канал это очень вкусно такой хлебушек очень-очень вкусненько всем пока великолепно да таразику тоже нравится всем пока а